Всем привет! Меня зовут Елена. Добро пожаловать на мой канал о Грузии. Сегодня мы с вами будем гулять в Лагадекском национальном заповеднике. Всем приятного просмотра! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Также на несколько минут мы заедем в город любви Сигнаги на обратном пути. А пока я вам покажу озеро Лиси в начале сентября. Куда приходят отдыхать и загорать белисцы и гости города. А вечером сюда приезжают прогуляться вокруг озера и насладиться вечерней прохладой. На озере также часто любят проводить церемонию бракосочетания. Просто раньше вода была вот до этих мостков, иногда волны даже захлестывали на мостки, а сейчас озеро обмелело. А вот и местные обитатели озера, щеночки. А так выгул собак на озере запрещен. Но с собаками людей приходит все равно очень много. Видео об озере Лиси и прогулке по нему вы можете посмотреть у меня на канале. Ссылку я оставлю. Вечерний Лиси. Скоро будет закат. Но мы уже не дождемся. Ну а сейчас мы отправляемся в путешествие по региону Грузии Кахетии. Кто не знал, в Грузии в некоторых местах добывают нефть. Расстояние от Белиси до Лагадехи составляет 175 километров. Время в пути 3 часа. Но это если нигде не останавливаться. Конечно, если останавливаться, то займет дорога немного больше. Вот сейчас мы с вами уже пересекаем Алазанскую долину. Ее ширина составляет примерно 40 километров. В Лазанской долине выращивают очень много сельскохозяйственных культур. А это река Алазани. А мы с вами направляемся к подножию Центрального Кавказского хребта, который сейчас виден, где и находится Лагадыхский национальный заповедник. Это мы уже въехали в город Лагадыхи. Лагадыхи – это небольшой город с населением около 6 тысяч человек. Первое упоминание о нем было в 8 веке. Город является центром Лагадыхского муниципалитета. Мы движемся по улице Церетели, которая ведет прямо ко входу в заповедник. Это территория гостиницы Валт, отель Лагадыхи, который встречает вас, как только вы переступили ворота заповедника. Вот такое уютное местечко, где можно отдохнуть в тени деревьев сразу после дороги. Вход сюда свободный. Также есть хороший ресторан на территории отеля. Смотрите, какой бассейн на территории отеля. Сегодня 33 градуса. Ой, какие 33? 37. Памятник гордому барану. Вот такой уютный ресторан, где, как мы поняли, отдыхающие. Пользуются шведским столом. Также можно заказать в меню любые блюда грузинской кухни. Это небольшой холл перед входом в туалет. И еще один выход на улицу. Такой приятный отельчик с такой территорией. Вот здесь детский бассейн. Там общий бассейн. Красиво. Заповедник был создан в 1912 году. Во многом своим появлением он обязан натуралисту, зоологу и ботанику, изучение кавказской природы, Людвику, Францевичу, Малкасевичу. Долгое время это был заповедник и заказник, доступ в который туристам был очень ограничен. В 2005 году природоохранные земли получили статус национального парка и их открыли для свободного посещения. Сейчас мы пойдем гулять по Лагадехскому заповеднику. Посмотрим на красивую природу Кахетии. Сейчас мы направляемся в информационный центр заповедника, где нужно узнать, куда и как можно идти, а также сообщить о том, что вы направляетесь на территорию заповедника. Заповедник это прежде всего уникальное Лагадехское ущелье, образованное двумя огромными отрогами Кавказского хребта, которые защищают его с запада и востока. Северо ущелье надежно прикрыто от холодных воздушных масс из России горой Хачалдаг. На юге ущелье расширяется и входит в солнечную Лозаннскую долину. Именно благодаря ей в Лагадехскому ущелье большую часть года тепло и солнечно. Вот обитатели Лагадехского заповедника. Сейчас пойдем гулять. Мостики верхние закрыты, которые на деревьями, и стропа где-то. Она не работает. Сейчас посмотрим, погуляем. Здесь просто дикие животные водятся, поэтому стропы куда-то далеко заходить нельзя. Из-за обилия солнца и водоемов возникает особый парниковый эффект, который делает местный климат очень теплым и влажным. Относящийся к континентально-субтропическому типу. Горная маленькая речка. Такая речушка. Вот такой вот красивый лес. Сказали идти ровно по дорожке и очень аккуратно по значкам. И везде где-то слышатся какие-то треск веток. Потому что это заповедник. Животных здесь не отстреливают. Их здесь очень много водится. Растительный мир заповедника очень богат и разнообразен. В лесных зонах растут грабы, кавказские дубы, буки, липы, клёны, берёзы и ясени. Вот такая дорожка каменистая. Сегодня 1 сентября. Здесь уже столько листьев опавших. Но это от жара. Уже очень давно стоит жара. Вот здесь на деревьях такие значки. Это обозначает, что тропа безопасна. Что надо идти по этим значкам, как нам сказали. И никуда не сворачивать в сторону. Вот мы идём. Они попадаются как на деревьях, так и на камнях. А вот и указатель на камешках. Потому что здесь развилка. Вот туда была тропка. Туда идти не надо. Надо идти сюда. Чем дальше идём в лес, тем он становится темнее. А тропка уже. Всё становится темнее. Страшней. И тут никого, кроме нас, вообще нет. Такие деревья тут высоченные. А вот это старинное дерево какое-то. Вот такое дерево. Как и в сказке. Это вообще лес похож на сказочные, где снимают фильмы. А вот такое дерево. Встречаются здесь виды деревьев, занесённые в Красную книгу. Так, а тут что нарисовано? Кто здесь живёт, что ли? Да, какие-то птички. Табли. 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 Мысли к речке. Вот она шумит, но к ней не спуститься. Вон там горы видно чуть-чуть. К ней не спуститься. Прошли мы три километра. Нам так сказали. Там внизу. И никакого толка. Сейчас идём обратно. Радим, что по лесу прогулялись. Мы просто сегодня 35-37 градусов. Очень жарко. Так что вот такие дела. Сейчас обратно по такой дорожке. Три километра. Ну, хоть вниз. Сейчас мы шли вверх. Сейчас мы пойдём вниз. О, мусор собирали. Вот сколько мусора оставляют люди после себя в заповеднике. В пяти километрах от Лагадехи находится грузино-азербайджанская граница. Куда мы решили доехать. Прогулка по заповеднику получилась небольшой. Так как все интересные места находятся на расстоянии 9 и 16 километров. Куда нужно уже специально идти. И занимает очень много времени. И нужно идти в сопровождении. Животный мир заповедника очень разнообразен. Здесь обитают разные виды животных и птиц. Многие обитатели заповедника занесены в Красную книгу Грузии. Серно-дагестанский тур, олень, рысел, волк, бурый медведь, кавказский улар и тетерев. А сейчас мы проезжаем обратно Алозаннскую долину. И чудесным образом оказываемся в городе любви Сигнаги. Перевал по которому мы ехали резко закончился. И мы увидели перед собой ворота въезд в Сигнаги. Мы немного удивились. Потому что ехали, разговаривали. На навигатор вообще не смотрели. В Сигнаги хотели заехать. Но как-то на этом не зацикливались. Потому что в Лагодыхе мы ехали по другой дороге. Сигнаги это небольшой городок с населением всего полторы тысячи человек. Высота над уровнем моря 779 метров. Центр историко-географической области Кизики. Сигнаги славятся одноименной крепостью, входящей в список самых известных и крупных крепостей Грузии. Стены Сигнагской крепости уцелели и сегодня окружают старую часть города и выходят далеко за городские границы. По периметру стен сохранились 28 сторожевых башен, с которых открывается замечательный вид на Алазанскую долину. В городе расположена церковь Святого Геворга. Также есть памятник грузинскому оперному певцу Вано Сараджишвили, уроженцу Сигнаги. Вид на Алазанскую долину вечером гораздо сегодня лучше, чем был днем. Днем была дымка. Сигнаги по местному преданию влюбленный художник Нико Перосмани покрыл площадь перед гостиницей цветами, где жила любимая женщина, французская актриса Маргарита де Север. Об этом поется в популярной песне в исполнении Аллы Пугачевой «Миллион алых роз». В середине 2000-х годов в городе круглосуточно действует дворец бракосочетаний. В двух километрах от Сигнаги находится Бадбийский монастырь, где покоятся мощи покровительницы Грузии, святой равна постальной Нино. В середине 2000-х годов город был полностью отреставрирован. Сигнагский фонтанчик. Вот это Сигнагский дворец бракосочетания. Но, конечно, то, что туда можно в любое время прийти и расписаться, это не совсем так. Нужно заранее звонить, нужно, конечно, предоставить все документы. Если вы иностранцы, нужен перевод на грузинский язык. Просто так, конечно, вас никто там не распишет. Еще нужны свидетели. А это умная собачка. Вот такое небольшое знакомство Сигнаги у нас получилось. Мы обычно сюда приезжаем раз в год, иногда даже и два раза в год. Я там раньше много снимала, надо собрать все это в одно видео или съездить снова и снять все, как это проходят туристы. Сейчас был уже вечер, солнце село и нам нужно было ехать домой в Тбилиси. Мы буквально были в городе 10-15 минут. Сигнаги находится на расстоянии 122 километров, но время в пути занимает примерно 2 часа, потому что дорога по Кахитии не широкая и достаточно сильно загруженная. Только мы отъехали от Сигнаги, как увидели, как горят поля. Сейчас в Грузии было очень много пожаров из-за жары, из-за халатности людей, которые кидают сигареты. Так что мы увидели такую картину. А сейчас очень красивое вечернее небо и вечерняя дорога. Мы уже въехали в Тбилиси и движемся по Кахитинскому шоссе, которое красивое после реставрации. А это отреставрированный мост на набережной Комсохорде напротив Метехи. Впереди мост мира, подсвеченный в цвета игр Евробаскета, которые проходят сейчас в Тбилиси. Всем спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok